Доброе утро! Это наши любимые автопилотики! Доброе, доброе! Те, кто еще не проснулись, те, кто чувствует себе еще слабость в суставах и мышцах, просыпайтесь скорее! Утреннее шоу Автопилот специально для вас на телеканале Саратов 24. Рядом со мной очаровательная, прекрасная, в цветах и в роскошном платье пол Юлия Астахова. И Сергей Гришнов. Вот так сухо, отрывисто, четко от всей души. Да, эта майка мне просто не так симпатична, как тебе мое платье. Это точно. Если хотите быть в курсе всего происходящего у нас на телеканале, во-первых, его нужно смотреть. Точно так же, как вы сейчас смотрите утреннее шоу Автопилот. Ну и, конечно же, нужно подписываться на нас в социальных сетях. Контакт, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Одноклассники. Везде есть наше официальное сообщество Саратов 24. Так что немедлите и прямо сейчас... Присоединяйтесь. И подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Что ж, мы начинаем. Утро бывает добрым, мы это вам сегодня докажем. Чтобы утро было по-настоящему добрым, мы должны предъявить очень важные аргументы. Такие, как зарядка. Ну, например. Чтобы утро вообще было. Чтобы утро было. Да, это точно. Сейчас наш фитнес-инструктор находится где-то на пляже, где-то в песках. И делает там, не покладая абсолютно рук, ног своего пресса. Энергичные движения. Да, и различные упражнения. Какие именно, он вам сейчас покажет. Не можно какие. Самое главное, как он это все делает. С чувством таким. Ну да, да, настрой очень важен в этом деле. И вам самое главное скопировать его настрой и скопировать абсолютно все движения. Тогда вы будете так же стройны и привлекательны, как он. Самое главное, делайте все движения. Повторяйте за ним, не допускайте ошибок, чтобы все пошло вам впрок. Всем доброе утро. Меня зовут Владимир. Сегодня я ваш фитнес-тренер. А это значит, что настало время для зарядки на телеканале Саратов 24. Все за мной. Сегодня мы с вами поработаем мышцы ног. Будет комплекс из упражнений, направленных на проводку мышц бедер, ягодиц. Но для этого нам нужно размяться. Для разминки будем использовать обыкновенные приседания. Ноги ставьте шире плеч, приседайте вниз и поднимайтесь вверх. Для разминки вы можете приседать половину амплитуды. Таз отводите назад, таз отводите назад, держите прямую спину, раскрытую грудную клетку. Вдох и выдох выполняйте на подъем. Спина обязательно прямая. Старайтесь живот не опускать на бедра, это очень важно. Сделайте еще два раза. Последний. Мы приступим к основной части. Для проработки мышц ног мы будем сегодня использовать прыжки боковые в сторону. Если вам нельзя будет выполнять прыжки, я покажу более облегченный вариант. Первое упражнение. Это прыжки с одной ноги на другую в песке. Сгибайте ногу в коленном суставе, отводите вторую ногу в сторону и старайтесь держать баланс на одной ноге. Если вам нельзя выполнять прыжки, вы можете шагать и делать кросс-выпад в сторону. Это будет отличная нагрузка на мышцы ног, поэтому вы смело можете использовать именно этот вариант. Сделайте 30 повторов на каждую ногу. Я сделаю еще два раза. И мы будем выполнять следующее упражнение. Следующим упражнением у нас будет выпад и подъем ноги. Снова будем работать на одной ноге. Делайте широкий шаг назад, опускайте колено в пол, в коленном суставе в угол 90 градусов внизу. И поднимайте колено, когда поднимаетесь вверх. Вниз. И подъем. Это простой вариант. Если вы хотите усложнить, добавьте прыжок. На выдох прыгайте вверх. Песок будет очень усложнять вашу работу. Поэтому выполняйте по 20 повторов на каждую ногу. Я поменяю ногу. Если вам уже становится слишком сложно, вы можете немного отдохнуть. Но 20 повторов вы должны сделать обязательно. Я сделаю еще два. После такой проработки мышц и ног нам нужно их обязательно растянуть. Одну ногу ставите вперед, выпрямляйте ноги в коленном суставах. Опускайтесь вниз и растягивайте заднюю поверхность бедра. Затем пятку к тазу. И растягивайте переднюю поверхность бедра к коленям вместе, таз выталкивайте вперед. То же самое выполните для другой ноги. На этом наша зарядка завершена. Смотрите нас на телеканале Саратов 24. Всем удачного дня. А теперь у нас на очереди гороскоп. Это моя любимая рубрика. А у тебя сбывается он, да? Да, у меня сбывается, поэтому я с удовольствием очень внимательно слежу за всеми новостями. Все, что приготовили звезды, все записываю. Для меня Мария Белат какая-то волшебница. По-настоящему волшебная женщина, волшебная девушка. Потому что, когда она говорит, что сегодня будет происходить в течение дня, я все время хочу и сказать, Маш, а можно мне вот еще вот, ну, денег немного, например, важных встреч побольше и каких-нибудь, ну, таких вот, ну, как это говорят, ништячков, в общем. Ты попробуй один разочек, а вдруг работает, мы тогда все будем у нее просить. Ладно, сейчас пока будем смотреть гороскоп, напишу ей, чтобы понасоветовала мне на завтра чего-нибудь очень хорошего. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат. Отвечаю на сложные вопросы в вашей жизни. Сегодня новый день, а значит новый гороскоп. Давайте посмотрим, что приготовили нам звезды сегодня. Овин. Сегодня вы будете щедры по отношению к любимым людям. Постарайтесь сохранить этот настрой до выходных. Телец. В ведении финансовых дел с партнерами соблюдайте осторожность. Близнецы. Друзья и близкие вам люди сегодня будут лучшей поддержкой для вас. Рак. Неплохой день для избавления от вредных привычек. Если решили начать новую жизнь, сегодня подходящий день для начала. Лев. Готовность бороться за свое дело повлияет на ваше убеждение сегодня. Дева. Если вы человек склонный к авантюре, то сегодня есть шанс попробовать реализовать самый дерзкий план. Весы. В сотрудничестве и супружеских отношениях возможны неожиданные перемены. Скорпион. С партнером по браку может возникнуть недопонимание из-за запутанных семейных отношений или банального беспорядка. Стрелец. Нарастающее желание сменить место жительства может стать навязчивой идеей. Подождите немного, это настроение пройдет. Козерог. Больше общайтесь с детьми, играйте и помогайте им. Это доставит вам массу эмоций и зарядит позитивом. Водолей. Здоровье, работоспособность, доходы будут во многом зависеть от вашего настроения сегодня и до конца недели. Рыбы. Обратите внимание на свою внешность и здоровье. Мы часто хотим изменить ситуацию, но совсем не пытаемся изменить что-то в себе. Но часто именно с этого и надо начинать. С такой ситуацией столкнулась Светлана. Мне 35 лет, воспитываю сына 5 лет. Знаю, чего хочу от жизни и ищу это. В отношениях всегда стремилась и стремлюсь к прямоте. А сейчас осталась одна. Как долго у меня продлится этот период? Светлана, могу сказать, что до конца осени значительных перемен не произойдет. Ваши предыдущие отношения разорвались внезапно. И не вы были их инициатором. Решить вопрос напором сейчас не получится. Используйте это время, чтобы восстановить свои силы. Попробуйте сменить прямоту на тактичные комплименты. Вам это, конечно, не свойственно и будет сложно, но для вас это правильный путь. Присылайте свои вопросы на мою электронную почту с указанием даты, времени и места рождения. И я помогу вам разобраться в сложной ситуации. Хотите, чтобы Мария ответила на ваш вопрос? Не ждите удобного случая. Просто сформулируйте грамотно вопрос и отправляйте его на сайт mbela.ru. Действуйте, друзья! Самое главное, укажите дату, место и время вашего рождения. На календаре вторник. С недели уже набирает свои обороты. 30 июня, это значит, что первый летний месяц уже все говорит вам бай-бай, уходит на покой. Стоит буквально на пороге. Да, и уступает место июлю, середину лета, вот экватору летнему и так далее. Мы все ближе к арбузикам, я так жду этого времени. Ты хочешь арбуза? Да. Подожди еще немного, и все, арбузные марафоны начнутся на телеканале Саратов 24. Итак, друзья, сегодня 30 июня, и знаете ли вы, что сегодня можно сказать, что практически середина года, 181 день в году, до конца года остается 184 дня, еще чуть-чуть и будем праздновать с вами экватор. Сережа каждый день считает эти дни, зачеркивает на календаре. Молодец, молодец! Был, была же история, когда я считал дни до начала лета. Да, мы все время, мы все время считали дни. Каждый эфир я говорил, до лета осталось, но мне так приятно, так как-то легче живется. Но есть какая-то системность в жизни, что ли? У кого сегодня именины? Именины сегодня у Исааки, у Тихона, у Варвары и Александры. Прекрасно. Давайте о праздниках. Давайте. Сегодня день экономиста, поэтому мы с Сережей поздравляем всех, кто работает в этой сфере. И еще сегодня, сто с небольшим лет назад, на землю полтунгусский метеорит. И нельзя не сказать, что сегодня день рождения у боксера очень известного, Майка Тайсона. Не попадайтесь. Ему сегодня 48 лет. Не попадайтесь, пожалуйста, ему на глаза. Отгорячим ухом. Да, потому что мало ли что. Вдруг откусит вам ухо. Это же он. Да. Он же постарался. Со своим аппетитом проявил его абсолютно на весь мир. Друзья, ну и, конечно же, о народных приметах. Сегодня стоит отметить, что солнце стоит в зените очень долго, печет землю, земля запекается, покрывается корочкой, потом там охлаждается немножко ночью. И все это способствует тому, что все очень интенсивно растет. Поэтому ждите. Совсем скоро вы попрете с огородов огромные тюки с огурцами, помидорами и со всем остальным. Вы начнете заниматься маринацией и вот эти вот крутить банки, вертеть консервацию. Очень-очень приятная для вас будет история. И все потому, что, как бы, все, солнышко в зените, печет не переставал. У нас для вас еще масса всего интересного. Будьте с нами. Программа Автопилот продолжается. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем утреннее шоу Автопилот. Юлия Астахова рядом со мной, как цветник, буквально украшает... Ты сегодня сутки комплиментов мне уже ответил, что мне прям неудобно. И Сергей Гришнов сегодня рядом со мной. Красавец-мужчина. Юморист и юморист сегодня все уже. Хватит, хватит. Тут сейчас покраснею, буду неэфирно выглядеть совершенно. Я не привык, я буду с каждым днем все больше говорить о комплиментах, а ты привыкнешь. А ты знаешь, если бы я сейчас покраснел, меня могли съесть динозавры. В буквальном смысле этого слова. Ну, представляешь, такие, значит, джунгли, лес, я иду красный весь, идет какой-нибудь тираннозавр с маленькими такими ручками, но огромной пастью. Он меня же заметит и съест. Я так понимаю, что вся эта тирада к нашей следующей рубрике Ане Федорова расскажет. Я бы даже сказал так, кровожаднейшей рубрике. На очереди у нас Аня Федорова с рубрикой «Кинообзор». Сегодня она расскажет про очередную часть фильма «Парк юрского периода». Он уже довольно-таки давно идет в кинотеатрах, но это не повод не посмотреть этот фильм. Если вы хотите его увидеть, заходите в онлайн-кинотеатр, там он доступен и смотрите всей семьей этот чудесный фильм. И, знаешь, мне кажется, он будет особенно в тему людям нашего возраста. Потому что мы видели тот вот первый парк юрского периода с какими-то такими незамысловатыми динозавриками. И очень интересно узнать, как же он выглядит сейчас. Это тот самый Тернодавр. Хотел бы отметить такой факт, что оказывается, не только спецэффекты в этом фильме, они специально изготавливали динозавров. Ролик очень интересный гуляет по интернету. Друзья, обязательно найдите зрелища увлекательных больших динозавров, которые созданы руками человека. Ну а сейчас слово Ане Федоровой. Ань, давай рассказывай, какие особенности у этого фильма. Доброе утро! Это кинематографическое лето, богато на камбэке. В мае в прокат вышла четвертая часть Безумного Макса. В июле на больших экранах покажут Терминатора. А сейчас в кино можно посмотреть мир юрского периода. О нем как раз и пойдет речь. Первая часть парка юрского периода вышла в прокат 22 года назад. Снял ее никто иной, как Стивен Спилберг по обнименному роману Майкла Крайтона. Спилберг приобрел права на книгу еще до ее публикации в 90-м году, а Крайтон был нанят для адаптации своего произведения. Окончательную версию фильма написал Дэвид Кэп, автор сценария Человека-паука и миссия невыполнима. Парк юрского периода рассказывает о вымышленном острове, где ученые создали парк развлечений с клонированными динозаврами. Джон Хэммонд, его играет Ричард Антебора, приглашает группу ученых, чтобы они проинспектировали парк до его открытия. Из-за диверсии, устроенной одним из сотрудников, динозавры прорываются на волю, а технические персоналы посетителей пытаются спастись. Парк юрского периода считается вехой в использовании компьютерных спецэффектов. Из-за них он получил множество положительных отзывов от кинокритиков, которые высоко оценили их качество. Хотя реакция на другие элементы картины, например, создание персонажей, была неоднозначной. В мировом прокате парк юрского периода заработала 914 миллионов долларов, став самым успешным на то время фильмом. Спустя 22 года в мире юрского периода, после событий первой части, действия картины разворачиваются на острове Айлан-Ублар. И к этому времени остров превратился в парк развлечений с живыми динозаврами – мир юрского периода. Ежегодно его посещают 20 тысяч человек. Для того, чтобы привлечь в парк как можно больше посетителей, генетики создают самый впечатляющий аттракцион – модифицированного ящера, превосходящего по размерам всех других. Неожиданно тот выходит из-под контроля и убивает сородичей. Но на этом огромная рептилия не останавливается и убивает одного из посетителей. Остров захватывает хаос и страх. Как рассказывает Колин Тревору, режиссер мира юрского периода, в современном мире люди перестали удивляться чудесам, которые становятся доступны благодаря научному прогрессу и многое воспринимают как должное. Его картина о взаимоотношениях между животными и о том, как мы реагируем на угрозу того, что они могут стать господствующим видом на Земле. Ведь не бывает плохих и хороших динозавров. Есть только хищники и жертвы. Главную роль в картине исполняет Крис Патт. Ему в последнее время везет на фантастику. Это он исполняет роль звездного лорда в кинокомиксе «Стражи Галактики». На создание ленты продюсеры потратили 150 миллионов долларов, что почти в два раза больше, чем бюджет парка юрского периода. Надеюсь, затраты себя оправдают. С вами была я, Анна Федорова. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино. Как всегда, уже по традиции, после кино мы переходим к интересным книгам. Но подожди, перед тем, как перейдем, я хочу отметить, что этот фильм просто мастхэв. Его обязательно нужно увидеть всем и каждому. Во-первых, тем, кто увлекается темой динозавров. Ведь, вот знаешь, как бывает, там, посмотрел какой-нибудь классный фильм и начинаешь, там, коллекционировать какие-нибудь фигурки, вырезать этих динозавров из чего-нибудь. Я из техники, которые прям заражаются этой вот историей и все, я начинаю раскручивать. Потому что я вообще не такой человек. Нет, ты не увлеченная на то. Не могу ничего собирать, копить там. Ну, может быть, ты книгами увлекаешься. Книгами увлекаюсь. Собираешь библиотеку. Ну, не так увлекаюсь, как Мария Карманова. Да, Маша Карманова тот еще чтец. Читает денно-ночно очень классные книги. И сегодня она вам расскажет про книгу, которую написал автор с фамилией Водолазкин. Вы же помните, именно по его произведениям писали тотальный диктант в нашем городе. Давайте узнаем, о чем эта книга и при каких обстоятельствах ее обязательно нужно почитать. Доброе утро всем, кто любит читать. Желаю я, Маша Карманова. Это снова книжная рубрика в проекте Автопилот на канале Саратов-24. И если вам кажется, что я обращаюсь обычно только к заумным филологам, то вы ошибаетесь, друзья. Наши книги подходят для всех. А читать полезно не только книжным червям. Ну что, сегодня у нас Евгений Водолазкин. Книга «Дом и остров» или «Инструменты языка». Имя Евгения Водолазкина в этом году ассоциируется в первую очередь с тотальным диктантом, текст, которым он написал. Но помимо этого он автор романа «Лавр», который в 2012-м получил премию «Большая книга». После такого успеха не кажется удивительным то, что книги автора стали выходить большими тиражами. Вот у меня в руках сборник рассказов, дополненный также публицистическими статьями и биографическими интервью. Это, знаете ли, тот самый случай, когда в книгу я влюбилась, раскрыв ее на первой попавшейся странице и прочитав всего один рассказ. И, знаете ли, не то, чтобы мне повезло прочитать законченный рассказ на одной странице. Дело в том, что основная масса этих зарисовок больше страниц не занимают. Один случай, одна особенность человеческого характера, одно наблюдение или один вывод. Это такой, знаете, блокнот писателя, который оттачивает мастерство на короткой форме. Тот самый инструмент языка, которым пользуется писатель и изучает литературу вед. И Евгений Водолазкин здесь выступает в обеих ролях и писателя, и литература ведом. Ведь писателем он стал сравнительно недавно, а по первому образованию он филолог-исследователь древнерусской литературы. Причем исследователь с именем в научных кругах. И учился он в Киевском университете. Работал он вместе с Лихачевым. И по сей день служит в Пушкинском доме Российской Академии наук, что в Петербурге. И как никто, именно этот человек знаком с нравами и персонами, атмосферой и настроениями, повадками и даже привычками научного мира. Отчасти именно этот мир ученых стал основным вдохновением и темой рассказов писателя. Сам автор использует более чем уместное сравнение о такой работе. Быть ихтеологом и рыбой одновременно. В итоге ученого, который описывает мир себе подобных, получается заставить читателя задуматься о тонкой границе между литературой и жизнью, между текстом и человеком. Но даже если вы не зайдете в корень настолько глубоко, вы оцените легкий слог авторам, забавные истории и приятный, интеллигентный, даже интеллектуальный юмор раздела мелочи академической жизни. Следом за ним вас будет ждать пища для ума в виде двух разделов. In Memoriam и Мы и Наши Слова. Автобиографические статьи о своем месте в истории, о родословной писателе и публицистические ответы на сложные вопросы, вроде «Нужна ли русскому языку защита?». В последнем разделе ответы содержатся вполне буквально. Часть так и называется «Вопросы и ответы» о двух романах, о себе, о литературе, об истории и об обществе от первого лица. Впрочем, эти темы Водолазкин поднимает на протяжении всей книги, и художественная форма ему определенно удается. В целом же, мне кажется, что каждый найдет что-то для себя. Книга для поклонников русской литературы, для любителей подумать или поразмышлять на сложные темы, и для читателей, которые хотят послушать литературные анекдоты. В общем, посоветовать ее хочу я каждому из наших зрителей. На этом у меня, Маша Карманова, и на сегодня все. Это была книжная рубрика в проекте «Автопилот». Смотрите нас каждый день, по будням, и я обязательно буду рассказывать вам о достойных примерах литературы. Ну что ж, теперь вы точно знаете, почему именно эту книгу нужно взять с собой в путешествия, в приключения или на даче. Когда отключат свет, зажечь свечи и читать замечательную книжку. Да, супер, такой релакс. Абсолютно. Ну, друзья, вы еще не знаете, какие новости мы вам сегодня приготовили. Ты хочешь сказать, что они могут затмить любые книги? Ну, не знаю, как затмить, но составить конкуренцию могут. С тебя начнем или с меня? Давай с тебя. Хорошо. А знаете ли вы что, министерство, которое занимается туризмом в нашей стране, решило организовать необычную линейку сувенирной продукции? Чем же на этот раз нас удивят? Дело в том, что, знаешь, в министерстве по туризму сидели и думали, что россияне, которые путешествуют по нашей стране, практически не тратят деньги на сувенирную продукцию. Ну, как бы, мы привыкли вести тюками просто какие-то пирамиды. Да. Вести какие-то пирамиды из Египта, какие-то свертки, я не знаю, из Таиланда или еще что-то такое. И, как бы, в России абсолютно нечего купить. Абсолютно в каждом городе на прилавках сувенирных находятся одни и те же вещи. И тут появилась суперидея. Создать духи с ароматом региона какого-то конкретного. И чем больше ты путешествуешь, тем больше ты собираешь свою парфюмерную коллекцию. Так, например, в Крыму уже выпущены подобные духи. Они пахнут именно вот Крымом. Знаешь, вот теми травами, которые там растут. Это такой глубокий аромат. Слушай, ну, вообще любой запах так субъективно. Вот для меня, допустим, город ассоциируется с чем-то и, соответственно, с каким-то определенным запахом. Кто сидит и решает, чем будет пахнуть тот или иной город. Но к этому привлекли профессиональных парфюмеров, которые говорят о том, что вы можете попробовать наши ароматы, которые мы как бы создали. Да и более того, каждый турист может отправиться в определенном городе в специальную лавку, где может собрать аромат свой. Ну, предположим, для него, я не знаю, Сочи пахнет фруктами, пахнет морем и пахнет, например, каким-нибудь хачапури. Почему нет? Вот, соберите, пожалуйста. Море, солнце, хачапури. Все будет находиться в одном флаконе. Мне очень любопытно, чем бы пах Саратов. Ну и вы, дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе. Поделитесь с нами в социальных сетях своими соображениями, чем должен пахнуть город Саратов. Какой аромат должен быть рыба? Почему нет? Цветы, да? Потому что у нас в городе довольно-таки много цветов. Какие еще? Давай, накидывай, накидывай. Я пока не решила, чем для меня, вообще, с чем она ассоциируется. Ну что ж, пока Юля решает, чем у нее ассоциируется наш город и чем он должен пахнуть, пишите нам в социальных сетях, друзья, и совсем скоро мы к вам вернемся. Сейчас небольшая рекламная пауза, и Автопилот продолжит свое управление по вашему утру. Доброе утро, друзья! Просыпайся, любимый город Саратов, открывай глаза и начинай этот день вместе с утренним шоу Автопилот. Меня зовут Сергей Гришнов. А меня зовут Юля Астахова. Рада приветствовать вас этим утром. И сейчас настало время расширить горизонты своего создания и пополнить свою копилочку знаний. На очереди у нас рубрика «Афоризм». Сегодня мы поговорим с Мариной Игиной об афоризме «Перейти Рубикон». Знаешь ли ты, что означает это выражение? Я боюсь, что вдруг моя версия будет не совсем верная. И давай сначала оригинал посмотришь. Ну давай хотя бы приблизься. Не хочу. Я знаю, как всегда, мои версии сейчас все, ты поднимешь их на смех. И что будет? Как ли потом? Я так хотел посмеяться. Так хотел пошутить над тобой. И ты меня не удивил, Сережа. Да? Надо посмеяться, это первое дело для тебя. Итак, рубрика «Афоризм». Марина Игина переходит «Рубикон». Здравствуйте! В эфире рубрика «Афоризмы». А значит, я, Марина Игина, расскажу вам сегодня о новом выражении. Откуда оно произошло и что означает. Часто в нашей жизни нам приходится принимать ответственные решения, от которых в дальнейшем будет зависеть наша судьба. И сюда отлично подойдет фраза «Перейти Рубикон». То есть пойти на огромный риск, вопреки всему, пройти точку невозврата. История происхождения этого высказывания связана с римским диктатором Юлием Цезарем. Примерно в 49-м году до нашей эры он провел великолепную военную кампанию против Галии, которая завершилась победой. Но Цезарю этого было мало, и он решил вместе со своими легионами перейти реку Рубикон, чтобы захватить Рим. Его всячески отговаривали от этого поступка, отчего он и сам стал сомневаться в своих силах. Ведь этот шаг мог стоить ему жизни. Все надеялись, что он передумает и распустит свои войска у границ Великой Империи, как полагалось по закону каждому. Но Юлий Цезарь сознательно нарушил закон, тем самым отрезав себе пути к отступлению. Со словами «Жеребий брошен» он перешел через пограничную реку Рубикон. Своим бесповоротным решением он развязал гражданскую войну, последствия которой привели к кардинальным изменениям дальнейшей истории всей империи. Рим был захвачен. Сенат спешно собрал армию Помпея, но и она была разбита великим полководцем. Победа позволила Цезарю полностью узурпировать власть в Римской империи. С тех пор и появилось выражение «перейти Рубикон», то есть принять важное решение без отступления назад, которое в дальнейшем может полностью изменить вашу жизнь. Сегодня на этом все. До свидания. Ох, мультфильмы, очередь мультиков на нашем телеканале. Если у вас есть дети или в вас живет ребенок, то сейчас вы должны взять стул, поставить его прямо перед телевизором, ведь у вас телевизор современный, который не портит зрение. Помните, нас в детстве все время пугали, что будешь близко смотреть телевизор и спортишь глаза. Слепнешь там или что-то еще. Все абсолютно безопасно, тем более, что в эфире сейчас будут наши любимые зверушки-добрюшки. Да, и сегодня мультфильм называется «Стук сердца». Чье сердце будет стучать? У какой зверушки? У ежика? У слоника? Или кто там у нас? Мишка и ослик? Не сводите глаз с экрана, вам будет интересно. И считайте, сколько ударов в секунду у этого зверюшки. Раньше поросенок думал, что у всех есть сердце. И учил этому лягушонка. Приложи ушко к стволу, говорил он. Что ты слышишь? Ток-ток-ток, отвечал лягушонок. Правильно. Это у дерева стучит сердце. Узнал об этом ослик. Рассердился и пробурчал. Это не сердце стучит у дерева. Кодятел ищет жучков. Обманывать нехорошо. Но тут возразил лягушонок. Поросенок не обманщик, а сказочник. Только сказочники могут видеть и слышать то, что никто никогда не сможет увидеть и услышать. Субтитры создавал DimaTorzok Ох, эти зверята добрята. Действительно, она справит на такую положительную волну. Хочется улыбаться потом после этого мультира. Да, посчитали, сколько ударов в секунду было? Молодцы большие. А Сережа не посчитал. Потому что я думал о том, какую же позитивную новость ты расскажешь мне. Нечего думать. Я сейчас прям так возьму сразу и расскажу тебе. И победешь его в ЗАГС, кажется. Хорошо. В поисках интересной новости вот что я, на что я наткнулась. На очень причудливые изобретения. А вас, друзья, могут поженить буквально за минуту. И кто же это сделает? Ни регистратор, ни ваш знакомый священник. Это сделает самый обычный автомат, который стоит в торговом центре. Что? Да, уже в Америке священность семейных уст схватилась просто до автомата в торговом центре. Ну, а что делать? А как же вот эти вот регистраторши? Кстати, я всем рассказываю, у меня был картавый регистратор. Она очень смешно говорила. Задовался помнилась. Фамилия Гришнов. Она, может быть, была просто какой-то другой нацией. В общем, как все это происходит. Подходите вы к автомату, кидаете монеточку. Один доллар. Прошу заметить, один доллар, да. Сразу плывает несколько вопросов. Какой брак? Традиционный, нетрадиционный? Или есть такая еще церемония «Дружба навеки». Да, можно даже вот такую церемонию. Задружиться официально. Да, официально. После этого вы отвечаете, согласны вы или не согласны. И далее вам выходит такой подарочек, два пластиковых колечка, ну и, конечно же, свидетельство о регистрации брака. То есть это по-настоящему законная процедура, благодаря которой ты можешь пожениться. Да. Сережа, я скажу тебе более того. На эти автоматы пришло очень много заказов со всего мира. Как появилось видео о том, как работает эта придумочка. И Россия сделала тоже свои заказы. И поэтому совсем скоро, возможно, на улицах нашего города мы увидим эти автоматы и сможем вот так быстро, легко и просто обручиться с кем угодно. Если вы ищете своего суженного и ряженного, подходите, пожалуйста, в торговом комплексе к таким аппаратам. Я уверен, что там будет пара скучающих людей, которые думают, ну, может, я хоть сегодня пожениюсь? Ну, мне очень надо. Ну, очень хочется уже пожениться. Знаешь, современная экономическая ситуация подталкивает людей экономить на свадьбе и почему бы и нет не воспользоваться таким автоматом? Действительно, ваша свадьба обойдется вам всего лишь в один доллар и два пластиковых кольца, в общем-то, вот они как раз там по сколько? По 30 рублей за штучку. Потом поменяйте на то, что вы там хотите. А для начала и с пластиковым пластиковым. Да, на нитку, например. А помяжете просто нитку вокруг. Да, она намного долговечнее, чем пластиковые кольца. Друзья, если вы уже женаты, то вы или там замужем, то вы точно знаете, с кем нужно ходить в кинотеатр Дом Кино со своей второй половинкой. И мы сейчас как раз разыграем два пригласительных билета в этот самый замечательный кинотеатр. Билеты с открытой датой на любой фильм, в любое время вы можете на него, на него, в кинотеатр, конечно же, отправиться. Давай вопрос. Вопрос. Мы, как всегда, подбираем самые такие сложные вопросы, чтобы вы, ну, немножечко подумали, постарались. Или хоть немножечко погуглили. И сегодня нужно вспомнить, друзья, фильм «Титаник». И также напрячь свои мозговые извилины и припомнить, откуда плыл этот замечательный корабль. А есть немозговые извилины? Немозговые, наверное, есть. В нашем организме есть вообще такие извилины, о которых, мне кажется, даже не все знают. Итак, если вы знаете, откуда плыл «Титаник», то свои правильные ответы присылайте на смс номер 967 500 ровно 8602. 967 500 ровно 8602. Смс-ку нужно подписать, указать там свой контактный телефон. И помните, что смс-ка стоит ровно столько, сколько обычные сообщения вашего мобильного оператора. Дерзайте, скорее. Ни в коем случае не думайте, что невозможно выиграть. Все реально, друзья. Главное – стараться. Мы сняли себя с автопилота для того, чтобы разбудить вас сегодня утром. Мы прекрасно понимаем, что ваше утро начинается еще абсолютно на автоматическом режиме. Вы пытаетесь найти кружку для того, чтобы налить кофе. Понять вообще, где вы проснулись, в каком городе. Да, друзья, вот пускай ваше утро пока начинается на автопилоте вместе с нами. Настало время вновь поговорить о позитивных новостях. И я начну первым сегодня. Просим, просим, Сергей. Да, просите меня еще чуть-чуть. Еще просим. Спасибо. Знаете ли вы, что огромную популярность набирает блок движения во всем мире? Оно набирает уже несколько десятков лет своей популярности. И с каждым днем практически каждый пользователь интернета может назвать себя блогером, если у него есть достаточное количество подписчиков, и он счастлив поделиться какой-то важной информацией со своей аудиторией. И вот, внимание, бомж завел блок и стал первым бомж-блогером в России. Его зовут Якут, он живет в Москве и уже около пяти лет с китайца по непосредственно Москве. Ищет себе еду, ищет, где ему поспать, ищет, где ему одеться, и как, в общем-то, прожить еще один день. У него нету семьи, у него нету дома, он абсолютно один, и чувствует себя, ну, какое-то время назад он чувствовал себя абсолютно несчастно. И тут, значит, заходит он в какой-то торговый центр и понимает, что там показывает какой-то информационный телеканал, и там дает комментарий блогер. Он говорит, а почему бы мне не стать бомж-блогером? Почему бы мне не рассказывать о том, как живет настоящий бомж? Он, в общем, кинул клич каким-то там своим бомжам знакомым, и они нашли ему человека, который снимает и монтирует видео, а потом еще и выгружает их в интернет. Да, на самом деле бомж-блогер Якут набирает огромное количество подписчиков, он ведет свои репортажи абсолютно с разных частей Москвы, рассказывает о том, где он ест, какие, вот вы у меня, конечно, извините, это утро, да, но какие помойки самые представительные, самые посещаемые, и, пожалуй, самые вкусные, и, в общем, дает такой вот анализ бомжатского, московского такого сегмента. Грубо звучит, да, бомжатского, бездомного, так скажем, московского сегмента. Но, на самом деле, он не грустит, он говорит, что он занимается делом, которое ему очень нравится, он отвечает на вопросы своих подписчиков, комментирует все, и, знаете ли, в мировой истории известно несколько случаев, когда люди, которые были абсолютно без крови и не имели абсолютно ничего, становились настоящими звездами. Вспомните американского нищего, который просил подаяния настоящим дикторским голосом, и теперь он работает на радиостанции. или парень, который ушел из дома и взял с собой кота и написал несколько книг и тоже стал настоящей сенсацией. Иногда бывает наоборот, когда очень богатые успешные люди занимаются вот тем, что они ничем не занимаются, ходят по помойкам и собирают еду. Это сюжет из какого-то очень известного фильма. Это сюжет из какого-то очень, да, известного фильма. Друзья, ну что ж, позитивные новости впереди вас ждут еще, конечно же, а пример якута доказывает, что каждый может стать звездой и каждый может заниматься тем делом, который ему приятный, который ему нравится. Самое, пожалуй, тяжелое это вот сбросить лишние килограммы. О, я тебя понимаю. Сколько я сбросил? Я пока не сбрасываю, но мне кажется, что я пока боюсь набрать. Знаешь, у меня пока вот такая политика. Ну, понятно. Я на самом деле могу сказать, что с весом я периодически работаю, работаю довольно-таки успешно. Да нет, Сережа, ну ты прекрасен, ну зачем? Ну ладно, ладно, довольно этих комплиментов. На самом деле я уже получила свою шоколадочку за этот комплимент. Да. Друзья, на очереди у нас рубрика, которую мы делаем совместно с Тонус-клубом. Это необычный фитнес-клуб, в котором занимаются, во-первых, только женщины, во-вторых, они занимаются под тщательным присмотром тренеров. То есть вот когда вы приходите в обычный... Ну а как же заигрывать с мальчишками, когда ты бежишь на беговой дороге? Нет, знаешь ли, фитнес-клуб Это место серьезных тренировок, никаких шуточек и никаких заигрываний. Ведь речь идет о вашей фигуре и о вашем внешнем виде. Поэтому, друзья, сейчас смотрите, как подтянуть себя этим летом, как сделать идеальную фигуру и как с этой задачей справляется наша подопытная. Ведь мы такой обзавелись. Узнаем буквально через секунду в рубрике, которую мы делаем вместе с Тонус-клубом. Всем привет! Меня зовут Айлита. Мне 49 лет. В этом году даже будет 50. Спортом я занималась от случая к случаю. Ну, в юности занималась ручным мячом. Потом, ну, пожалуй, только гимнастикой и время от времени плавок. Хотелось бы, конечно, заниматься спортом, но, увы, моя работа и недостаток времени мне не позволяет регулярно заниматься спортом. Но зато я стараюсь выкраивать какое-то время на фитнес хотя бы раз или два раза в неделю. Я не знаю, что со мной будут делать сегодня в Тонус-клубе, но мне очень любопытно, очень интересно, немножко боязно. Сегодня мы с вами проведем необычную тренировку, благодаря которой мы не только скорректируем фигуру, но и улучшим состояние здоровья. И заниматься мы будем на баро-тренажере. А что это? Пойдемте посмотрим. Это баро-тренажер, который сочетает в себе классическую беговую дорожку, встроенную в капсулу. В капсуле создается низкое давление. Благодаря этому сочетанию занятие на тренажере составляет всего полчаса, а по эффективности примерно три часа классической дорожки. Плюс на этом тренажере мы сможем с вами избавиться от целлюлита. Мои ощущения такие, как будто идешь по песку. Идешь по песку, немного нога проваливается, и ты немножечко в песчаную дюну поднимаешься. Ну, это здорово, потому что это не обычная ходьба, но ходьба с небольшой нагрузкой. Мне нравится. Не знаю, похудела я или нет, но юбочка, по-моему, стала мне великовато. Во всяком случае, я надеюсь на это. Ощущения такие, что да, ты похудел. Реально. Особенно вот так. Движение это жизнь. И теперь, после этой тренировки небольшой, можно двигаться дальше. После этого день сложится просто великолепно. Всем пока. Ты часто говоришь мне про арбузы. Да, я очень люблю арбузы. Можно ли сказать, что блюда из арбузов это твои любимые летние блюда? О, нет. У меня есть еще такой списочек километровый. Ну, давай, выдержка такая, парочку блюда. Ну, пельмени прям, что-то такие вкусные. Летнее блюдо? Да, это во все сезоны, понимаешь? А, понятно. Зимой, лето, осенью, весной всегда можно кушать пельмени. А летняя окрошка, наверное. Вот, я тоже хотел сказать про окрошку. Как только я вспоминаю про летние блюда, у меня в голове вот это крошевые окрошки, что называется. Легко, просто, зато так сразу освежает. Тепло, да, на душе. Оттого, что ты сыт и освежает твоему телу. Тепло на душе и холод в организме. Да. Какие любимые летние блюда есть у вас? Именно с этим вопросом мы отправились на улицы нашего города для того, чтобы поговорить с нашими телезрителем. Что кушать саратовцы узнаем прямо сейчас. Эх, летом практически есть не хочется особенно горячие блюда, но одними окрошкой и салатами сыт не будешь. Спросим у жителей Саратова, какие у них есть вкусные летние блюда. Жить на море. Отличный рецепт. Берется обычный пломбир, любой, любимый, и молоко. Все это взбивается в пропорции один к одному, и потом уже, как любишь, что добавляешь по вкусу. Ну да, это довольно-таки известный десерт на основе сыра Филадельфия и взбитых сливок на хрустящей основе из печенья. Он очень легкий и нежный на вкус, прям по-летнему освежающий. Ну, летом очень люблю фруктовый салат из ягод. Вот в основном их ем летом. Берутся фрукты, яблоки, можно груши, клубника, малина. Апельсины можно добавить, абрикосики, йогуртом перемешать все это и в холодильник положить. Оно охладится минут на третий, где-то так. И потом все это кушать. Ну, салат греческий. Окрошка. Ну, может, она необычная есть? Вот что-то в нее, может, добавляете такое секретное? Да нет, обычная окрошка на куасе. Домашний квас. Как? Сами квас. Домашний. Как вы его делаете? О, это секрет. Окрошка. Ну, может, вы скажете, необычная окрошка? Да нет, обыкновенная. Если окрошка, то мы мелко все нарезаем, очень мелко, как шубчик получается. И вот, и охлажденным пьем. Заливаем айраном. Да, главное, айраном. Или кефиром. Чем-нибудь таким. Национальное блюдо в кавказской кухне долго называется. А может, немножко кефиры? Ну, вот так. Кефир варится, в кефире рис варится. В принципе, можно его до готовности довести, а потом уже добавляется. Добавляется зелень, масло, соль, перец. Очень вкусно. Можно горячим, можно холодным есть. Ну, обычно огурцы, помидоры и салат еще зелень. И все. Это рис, лук, майонез и капчу... Как же это? Горбуша. Одна такая вот консерва. И так все перемешивать, все вкусно. Жители Саратова все равно не могут обойтись без окрошки и салатов. Смотрите наши опросы в утреннем шоу Автопилот на канале Саратов 24. Захотелось какого-нибудь летнего блюда прямо сейчас. И все встало на свои места. Теперь мы прекрасно понимаем, чем вы питаетесь летом и какие блюда предпочитаете в эту жаркую пору. Сейчас на очереди у нас реклама. Вернемся к вам буквально через пару минут. Никуда не переключайтесь. Блог полезной информации. Впереди. Доброе утро, дорогие друзья. Рада приветствовать вас на телеканале Саратов 24. Это Юлия Астахова. И барабанная дробь Сергей Гришнов. Барабанная дробь это мое первое имя Сергей. Это очень смысл Гришнов. Фамилия соответственно. Мы тут в нашем узком кругу зовем Сережу так. Да, Сергей Барабанная дробь. Так меня все и зовут. Так ты все время появляешься. Рада приветствовать всех вас, всех наших любимых телезрителей. На очереди у нас сюжет из информационной программы Саратов сегодня. И Юль, он будет очень необычным. Он будет очень необычным именно тем, что... Замечательная история. Человек проработал 50 лет на одном месте. И... В Тюзе? Ты что, я не знаю. Мы с тобой готовили эту историю. Хорошо, ладно. Чтобы ее красиво будет поднести. И получилось так, что... Я вот все не знаю, ты ничего. Ну, тогда и рассказывай дальше, о чем это будет, Тюзе. Не, серьезно. Давай мужчине карта в руки. Хорошо. Друзья, способны ли вы проработать на одном рабочем месте 50 лет, так как проработала в Театре юного зрителя героиня нашего следующего сюжета? Вот вы посмотрите, пожалуйста, а потом определитесь со своими приоритетами. Готовы ли вы посвятить всю свою жизнь одному месту, которому вы просто отдадитесь целиком и полностью? Одному месту своим коллегам. Это же очень тяжело вот так сидеть 50 лет на диване. Рядом с тобой, да? Игрыше. С одним человеком. Это да, это непросто. Очень непросто. Не так. Вот так? Он на плечи. Вот. Плопат. Плопат. Ничего не умеет. Ой, да вообще, молодежь пошла. Пошли ты. Даже маленькая деталь важная часть любого ее спектакля. Хоть и пытается за юмором скрыть небольшое волнение, никогда не отрицает, что каждый раз переживает, как студентка. Назвать весь послужной список ролей Любови Кочневой не хватит эфирного времени. Лишь самые частые образы, которые создавала артистка на сцене саратовского тюза. Три бабе-яги. Что вы еще хотите? Аленышка не было, по-моему. Одна была. Но она такая проходная. Ну, в общем, все роли у меня, между прочим, характерные. Обязательно смеяться будут. Обязательно. Но здесь у меня трагедия, как раз, в этом спектакле. Но она какая-то такая теплая. Теплая атмосфера и решила встретить гостей на своем юбилее творческой деятельности. Полвека преданно служит любимому театру юного зрителя. Но даже в такой праздник никаких специальных творческих вечеров или бенефисов. Только работа. Ученица самого Киселева, поклонница и преемница великой актрисы Зои Спириной. Для коллег по сцене Любовь Кочнева самый лучший партнер и добрый товарищ. Один из первых поцеловыв на сцене принадлежал ей. Так что в роли я должен был ее целовать. Мальчик-юноша с первой любовью совет встретился. Очень жизнерадостный человек. Очень жизнерадостный. Иногда утомление. Люба, ну хватит уже. Ну остановись. Нет, Люба. Ко всему подходит с полной отдачей. Если трагедия, то игра до края нервного срыва. Если комедийная роль, то от смеха будет плакать весь зал. Не раз приходилось выходить на сцену буквально с больничной койки. Но никаких поблажек к себе никогда не делает. Ведь маленький зритель каждый раз ждет на сцене большого чуда. Однажды такой случай был, что у меня посреди горы отнялись ноги. Мне надо долезть и, мало того, и начать петь. Вот. А я посреди... Уже доворачивается круг. Откуда бывают такие силы? Я не знаю. Все-таки я долезла и села на место и начала петь. Хотя задохнулась от боли. Главных ролей в ее творческой биографии не так уж и много. Но каждый созданный на сцене образ Любови Кочневой часть ее самой. Добрая Мария Сысоевна из «Вечного мужа Достоевского», важная и строгая Марфа Тарасовна из «Наливных яблок Островского» и, конечно же, сильная духом Харитина из «Не стреляйте в белых лебедей» Васильева. Но сегодня актриса признается, что всегда мечтала сыграть героиню другого плана. Я вот сейчас уже даже, наверное, стерла ее из головы. В общем, комсомольцы едут куда-то, чего-то на стройке и там вот эта любовь и все такое. И я подумала, почему бы не я? И я стала... Я за 10 дней похудела... За две недели похудела на 10 килограмм, чтобы сыграть эту роль. Ну, и мы сняли этот спектакль. Чтобы не пустили меня очень на сцену. Не героиня, я характерная. Ее спектакли неизменно собирают полные залы. Постановка «Зимы не будет», где Любовь Кочнева исполняет роль Паши Большой, вот уже много лет заставляет плакать и детей и взрослых над судьбой доброй старушки. Эти эмоции, пожалуй, самый дорогой подарок на ее день рождения. Денис Титаренко, Ксения Феоктистова, Александр Бачков, Саратов-24. У меня проблемы. Хорошее начало. Я совершенно не умею рассказывать анекдоты. Но учись, у тебя есть хорошие учителя. Во-первых, я, ну да, я вообще же искрометный, да, я шучу только так. Ты сейчас умикаешь на то, что ты хочешь какой-нибудь анекдот рассказывать? Да я же говорю, после анекдота про чашечки я не рассказываю. Все, окей, окей. Если вы не слышали этот анекдот, то... Послушайте, да? Нет, вы его и не ослышите. Друзья, анекдоты, если вы тоже не умеете рассказывать, как и Юлия Астахова, вас научит это делать диджей радиостанции Юмор-ФМ в Саратове. Паша Рашенькова, как не им, да, рассказывать классную историю. Наташа Ростова рассказывает анекдоты так, что просто закачаешься. Сегодня анекдот будет про имена, как назвать, ребенка. В общем, что я карты раскрываю? Где мой блокнот, где моя ручка? Я буду записывать, как делать это. Давайте сейчас уроки анекдотического мастерства. Да. Доброе утро, дорогие телезрители телеканала Саратов-24. Сегодня с вами ведущий радиостанции Юмор-ФМ Саратов-Павел Рыженков и Наташа Ростова. Летний будничный день обещает быть достаточно жарким. Ну, а чтобы как-то освежиться и придать вам бодрости, у нас есть свежий анекдот. Вот, это моя дочка Пухыхла. Ты назвал дочку Пухыхлой? Ну, а что, по-твоему, все Наташами должны быть? Ну, а еще больше позитива можно получить, настроив свой приемник на 100,6 ФМ. Ну, а сейчас всем отличного настроения и бодрого дня. Мне даже уже живот болит смеяться. Да? Да. Соберись, соберись, программа продолжается. Это утреннее шоу Автопилот, и сейчас мы будем слушать с вами замечательные стихи. Не такие, как вот, помнишь, ты как-то мне рассказывала, муха села на варенье, вот и все стихотворение. Вот, чем могу блестеть, тем облистаю, знаешь. Пару страз, несколько камушков, несколько цепочек. Друзья, нам просто не разрешают драться в эфире, а то бы уже давно уже. В жестком спаре, хотя девушек я не бью, Юля. Это просто, знаете, для слабых отмазочка. Ну, мы вообще, на самом деле, решили поговорить о стихах и чуть не подрались с Юлей. Интриги, скандалы, расследования. Друзья, сейчас рубрика Саратов читает стихи в эфире, телеканал Саратов 24. Наслаждаться мы вам предлагаем. А не драться, хотела сказать Юля, и еле сдержала себя. Итак, смотрим хорошие стихи. С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был, как побег. Везде следы разгрома. Повсюду в комнатах хаос. Он меры разорения не замечает из-за слез и приступа мигрени. В ушах с утра какой-то шум. Он в памяти или грезит? И почему ему на ум вся мысль о море лезет? Когда сквозь иней на окне не видно света Божия, безвыходность тоски, вдвойне с пустыней море схожа. Она была так дорога Ему чертой и любою, как морю близкие берега всей линии прибоя. Как и заполняют камыши волнение после шторма, ушли на дно ее души его черты и формы. В годам и тарств во времена немыслимого быта она волной судьбы со дна была к нему прибита. Среди препятствий без числа опасности минуя волна несла ее несла и пригнала вплотную и вот теперь ее отъезд насильственный быть может. Разлука их обоих съест, тоска с костями сгложит и человек глядит кругом она в момент ухода все выворотила вверх дном из ящиков комода он бродит и до темноты укладывает в ящик раскиданные лоскуты и выкройки обращик и наколовшийся пшитье с невынутой иголкой внезапно видит всю ее и плачет втихомолку хотите принять участие в спарринге с нами шутка-шутка хотите принять участие в проекте Саратов читает стихи запишите себя на камеру мобильного телефона и отправьте нам на почту mailsobaka saratov24.tv и info saratov24.tv открою вам маленький секрет именно таким образом Юлия Астахова попала на телевидение кто знает кто знает друзья ну что тайны все раскрутые я вам расскажу как правильно прочитать стихотворение чтобы попасть в это кресло это точно ну что ж нам пришло время с вами попрощаться спасибо вам большое что это утро вы начали вместе с нами нам было несказанно приятно теперь друзья дело за вами проведите пожалуйста этот день так чтобы не пожалеть пользуйтесь каждой минутой каждой секундой своего драгоценного времени встречайтесь влюбляйтесь обнимайтесь целуйтесь в общем живите полной жизнью ну что вот после этой тирады можно дополнить как ее можно дополнить надо сказать Сергей Гришнов Юлия Астахова нет друзья я тоже желаю вам хорошего дня пусть улыбка не сходит с вашего лица и если вдруг что-то случится самое главное включайте юмор и автопилот да и автопилот завтра утром Сергей Гришнов был с вами Юлия Астахова это утро украшала эту студию веселила вас заряжала позитивом в своем прекрасном очаровательном платье спасибо большое что это утро вы провели вместе с нами пока пока обнимаем целуем не достаёмся надолго достаёмся надолго пока Субтитры подогнал «Симон»